Культик Найн Один из той самой Как бы так называемой научной серии Которая с точкой запятой в названии Из-за чего в своё время торренты Очень плохо качались, потому что они об эту точку Запятой ломались Адрес Краткое содержание Первой серии Это сериал, правильно же? Да, это сериал, 12 серий, всё как полагается Старшеклассник Юта Живёт в лучшем районе Токио В Китидёдзе Тот самый, помнишь, мы о нём когда-то даже мангу вспоминали Почему стоит жить Не только в Китидёдзе Ведёт бложек в интернете Сидит в кафе Недалеко от станции И в целом практически Доволен жизнью И пока ещё не знает Вот его бложек Пока ещё не знает Что почти каждое слово в этом описании Изменится в неузнаваемости Что и в целом И практически И довольны даже жизнью Всё будет не так, как кажется Потому что ведёт он бложек под названием Кири-кири без базара В смысле Кири-кири базара Вот так он называется Это что означает Жестокое рассечение Там он измывается Над всякой оккультной мутотенью И теориями заговора Ещё не догадываясь, конечно, что Тёмные силы уже, как бы сказать, сфокусировали На нём свой Свой пистолет судьбы На нём сфокусировали Да Ну, на самом деле Игрушечный электрический пистолет На нём сфокусировала его подружка Школьница с вот такими Глазищами Рёка Так что Хотя Ютый называет себя богом хики Диванных отшельников Ну, кто ещё будет вести блог На дикие темы С много букв в интернете Но, тем не менее Он себя считает более-менее нормальным У него подружка есть И вдохновительница И талисман блога И выглядит он прилично И даже не пахнет, как хики Что является частью его гордости Другой стороны Насчёт нормальности Он, наверное, так шутит Потому что нормальными людьми В дельта-окрестности отьют И вообще не пахнет никак Достаточно взглянуть На владельца кафе Вот Какой Красавчик Да Ну, и называется кафе нормально Голубая луна Если вспомнить Шерлока, впрочем, из Кабукичо Там То можно подумать Что владельца кафе Вообще нормальных не берут Вот владельца кафе Из Кабукичо Посерединке Но это, конечно, не совсем Так, но в контексте сериала Ещё сыграет свою роль Конечно Подружка тоже хороша В первых сериях Она такой отличный Полосовой фильтр Что называется Она Как бы это сказать Сформулировать правильно Она Отсеивает слабых духом От сериала Потому что Свои выходками Особенно умением Непрерывно Строить каламбуру По любому поводу Может не только Отпугнуть от сериала Но оставить людей С ощущением Что я такое Вообще, чёрт возьми, смотрю И я прям помню По первым сериям Народ прямо вот так Что это было Вообще Что я Что происходит Потому что Темп тут взят Быстрый События и комментарии К ним идут Непрерывным потоком И даже самые глупые Шутки Оказываются Со смыслом Как вот Как любят писать Под ролик в интернете Ролик со смытлом Смотреть до конца Кстати, об интернете Юта ведёт Аффилированный блок То есть Основной текст Окружают Референсные ссылки На всякие Окультные И не очень Магазины Может он Инклюенсер Он так Надеется По крайней мере И с чего Теоретически Юте Должна капать Денежка Но пока с этим Не очень Даже Мороженку На Для подружки Которую ей давно Обещает Пока Не набежала Поэтому Юта В постоянном поиске Какой-нибудь Сенсационной истории Вот скажем По телевизору Показывают Всяких Жуликов Ну в смысле Это из другого сериала Про жуликов По телевизору Показывают Во-первых Рекламный ролик Его Одноклассницы Это же битва экстрасенсов Да Там битва экстрасенсов Практически Сейчас мы к ней Вернёмся И в промежутках Там показывают Рекламный ролик Её одноклассницы Которая Как раз Собственно Занимается Всем этим потусторонним То есть Целевая аудитория Тут на месте Она Считает себя Предсказательницей Поэтому У неё Снимается В рекламе Мы с ней Сейчас поговорим А во-вторых Потому что Есть такой жанр Холодных предсказаний Это когда У предсказателя Есть время Подготовиться И узнать Побольше О посетителе Вот как Баба Ванга Например К ней надо было Записаться На аудиенцию И тогда уже За это время Они успевали Провести разведку Насколько я знаю И я Не зря Кстати Вангу Упоминаю И есть ещё Жанр Горячих предсказаний Это самый Трудный жанр Когда всё то же самое Приходится делать В реальном времени Что уже больше Напоминает Цирковой трюк Вот как в стендарте Психологические Опыта По телефону Или там Ещё как-то И Мию Её зовут Мию Приходится не сладко То она предсказывает События на 10 лет Вперёд человеку С терминальной стадии рака То По его словам Конечно Ну и это Не легче То профессорские Сынок Там Начинает ей Звонить Поиздеваться А Она ему и скажет Что хорошо бы тебе с отцом Увидеться А то мало ли что Потому что она увидела Про будущее профессора Ну того самого Окультных наук Которого в телевизоре Показывают Совсем нехорошие И Она его Предупреждает Об этом Ну В общем Как-то Очень много у неё Психических И нервных сил Уходит на всё это Хотя она честно Считает Что она умеет Гадать И по картам И вообще Как раз Увидела Что-то нехорошее Рассказала ему И получила от него Ещё пару Оскорблений По телефону Короче Юта В поисках Сенсации Связывается С этой самой Предсказательницей И та предлагает Ему сделать интервью С профессором Собственно Надо же ему Как-то просмотры Юти набирать А тут Такой повод Ну и конечно же Вот это их Кафе На втором этаже Вот они Как раз Пришли Они в этом кафе Так помню Это у них база Как вот у нас Анимки происходили Помнишь Там во всяких Макдональдсах Так вот У них Вот это кафе Голубая луна В качестве Базы Ну и конечно Что могло Пойти Так Юта Отправляется Вечером В институт К профессору Ему сказали Где он находится Он идет По темным Коридорам И Обнаруживают В кабинете Профессора Во-первых Тут совсем Плохо видно Юте тоже Поэтому То Окровавленный Кинжал А потом И самого Профессора Не очень Мягко говоря Живым Тут Вот Все очень плохо Как обычно В таких случаях бывает И тут уюта Оживает его Талисман Это отцовский Радиоприемник Который Отец Когда был жив Работал на маленькой Радиостанции И сын Его по приемнику Этому слушал Правда Инструкции отца Были довольно странные Что ловить волну Надо не по цифрам И даже Не на слух А на ощупь Так сказать Рукой Слушать сердцем Так сказать А из талисмана Из талисмана Насколько я помню Да Был дело И короче Инструкции Это самое Голос из приемника Дает такие Что надо делать В такой отчаянной ситуации Потому что через минуту Здесь будет полиция Надо Внимание Найти пассатижи И выдернуть Профессору Коренной зуб А потом уже Бежать Это чудовищно важно Юта Выдергивает зуб Со страшным Скрипом Буквально Который буквально Оказывается Золотым ключиком И мчится Оттуда подальше И дальше Развертывается Просто Какой-то Ад Дело в том Что рядом С станцией Китиджоджи Есть место Которое знает Любой Правоверный Анимешник Это парк Инокощера Дело в том Что именно На краю этого парка Вот мои фотки Тут как раз Немножко Это Находится музей Студии Гибли Поэтому каждый Кто видел фотографии Музея снаружи Тот видел Этот самый парк Инокощера Где очень много Событий происходит В сериале Еще парк Известен Большим Красивым Прудом Тут как раз У нас фотки Марта Десятилетней давности Марта 13 года Мы там Когда с собой Заглядывали туда Вот как раз Этот парк Инокощера Куча народу Лебеди Вот это все Лучших традиций Да и вот Водный велосипед В виде лебедей Это тоже такая Фирменная фишка Парк Они где-то еще есть Но здесь Прямо Если видишь Как правило Это парк Инокощера Показывают И вот тут Приходят Зацепление Начинают Раскручивать Какую-то Совершенно Дикую Нереальную Взятую Словно Со страницы Оккультного Журнала Историю Где все Завязано Друг на друга Жесточайшим Образом Потому Собственно И оккультная Девятка Что их Девять Вот Сейчас Покажу Еще Там Совершенно Потрясающие Кадры Есть Начнем С нее Допустим Вот Допустим Журналистка Есть Где она У нас Нет Это все Еще Катрики Сейчас Я пытаюсь Пролистать На что Нибудь Просто Насколько Это клубок Завязанный Во все Вот Как раз Оккультик Найн Да Да Каковы Красивые кадры Прямо Очень классно Сделаны Эстетика Прямо Офигенная Вот Журналистка Господи Добрался До нее Езут Толку Она Собственно Ей профессор Который Покойник Теперь Передал Важный Манускрипт Но Только Профессор Не сам Это сделал По Понятным Причинам А Манускрипт Передала Какая-то Пожилая Женщина Ей Как раз Эпизод С передачей Манускрипт То есть Через Посыльного Передали Какая-то Пожилая Женщина Дело в том Что Угловая Пожилая Женщина Да Реально Ее Не показывают Специально Там Вообще Много Голландского Угла Профессор Не сам Сделал Дело в том Что Мать Профессора Умерла Давным Давно И Там Никаких Таких Женщин Не должно Было Быть То есть Она Уже Загадки Она Сама В оккультном Журнале Работает Мы Еще К нему Вернемся И Или Художница Вот Эта Ирисует Яойна И Дадзин Си В которых Откуда-то Возникают Детали Будущих Преступлений В результате Все Давятся Но Вынуждены Это Читать С такими Лицами Это Все Делают Потом Например Появляется Какой-то Рекурсы в сериале Кстати Прекрасный Вот Например Вот такой Есть Откуда упал Оттуда и снимает Называется Есть Мальчик Маньяк Которому Ничего Не будет Потому Что Он Несовершеннолетний Так Что Он Постоянно И повторяет Самое Убойное В том Что Он Буквально Вангует То Есть Он Использует Карты Игровой Серии Vanguard И Даже Аниме Такое По Мотивам Вот Такое Аниме Есть Cardfight Vanguard Собственно Да То Есть Он Буквально Вангует Этими Картами И По Японски Ванга Это Vanguard Так И Будет Вот Девушка Из Оккульпного Салона Которая Год Прожила С Мертвым Братом А Теперь Ее Сопровождает Дьявол Вообще Все Все Прекрасно К ней Еще Дальше Забегают Забегают Девочки Из Бложика Юты Вот Эти Две Как Раз Которая Гадает По Телефону И Которая Талисман Юты И Чтобы По Приколу Проклясть Его То есть Они решили Проверить Как Она Работает И Предложили Проклясть Ну Говорят Давайте Деньги Вот 56600 Йон Пожалуйста Вот Например Заброшенный Радар С военной Базы Который Раздает Какое-то Мозговое Излучение Вот Слишком Юный Инспектор Полиции Который Буквально Косплеит Зенегату Из Люпена Причем Это Не Шутка Речь А буквально Об этом Говорит Косплей Зенегата Прямо Упоминается Вот Девушка Школьница Из ФБР Скажем Так И так Далее Вот Общество Нового Мирового Порядка Короче Прекрасный Сериал Мне Прямо Радует Как там Все Красиво Замешано И Уложили Все это В лучших Традициях Каких-нибудь Оккультных Журналов Как Полагается В качестве Теории Заговора Все Совсем Связано Информацию Порой Буквально Берут С потолка То есть Например С потолка Профессорского Кабинета Там Такое Бывало И Просто Все Абсолютно Все Будет Пересталено К финалу С ног На голову То есть Выстрелят Все ружья Оправдаются Самые Дикие Предположения Древние Проклятия Столкнутся С квантовой Механикой Ну Все Как мы Любим Да А не Берусь Я спойлерить Дальше Полутора Серий Просто В силу Того Что вы мне Не поверите Запутаетесь Или Просто Получите В лицо Даже Не спойлер А какую Вкусную Или Омерзительную Деталь Истории Тут их Достаточно Автор К слову Историю Не закончил И сякнув На третьем Рано Б То есть При этом Аниме Получилось Вполне Цельное Ну Или Скорее Всего Коварные Корпорации Запретили Ему Дальше Рассказывать Про себя Правду Будем Надеяться Вот Как раз Профессорский Потолок И на нем Есть С него Можно брать Информацию Скажем так Автор Кстати Непростой Вот Это Рано Б Его Как раз Потому что Потом В М Ки Были Первые Да В М Ки Тоже Была Да Да Вот Его зовут Чиомару Секура Он Друг Хидео Кодзимы Вот Они Все Друг Хидео Кодзимы Ну Это Да Ряду с ними Еще Суда 51 Помнишь Этот Суда Который Тоже Геймедизайнер Да Он Еще Музыкант Секура Он Генеральный Директор Студии 5 ПБ Потом Студия Мэйдж Было Потом Тьомару Студия Его Личная Какое-то Влияние По-моему Кодзимы Уже Даже На дизайн Заметно Становится Вот И он Продюсировал Все Легендарные Игры С точкой Запятой В названии Он Генеральный Продюсер Этого Всего И Все Эти Истории Расположены В одном Континууме Континууме Который Кагаку Адвенча То есть Научные Приключения Ну С научностью У них Как вы Видите Так себе Но Люди В белых Халатах Играют Значительную Роль В этом Году Кстати Обещают Выпустить Английскую Версию Анонимус Код Вот этой Игры Новый Который Проект Ну относительно Событие Которое Происходит В 2037 Году Программисты Должны Щелкнуть Потому что Это год Обнуления Счетчиков Unix Машин Переход На новый Бит И к чему Мягко говоря Не все Готовы И на земле Снова Восстарится 1970 Год Понятное Дело Ну как Ошибка 2000 года Только не у пользователя Больше на серверах Что гораздо страшнее В общем-то В последствиях Да Но еще Проблема в том Что к началу Этого года Все эти фирмы Тиомар и Секура Обанкротились И всякие продолжения Аддоны Вот для игр Под вопросом Видишь Там Акультик Найн Не будет Переиздания Там И так далее Вообще Они хотели Там Дозакончить Сюжет Еще Хоротенько И Не смогут Все эти годы Игра была Недоделанной Представляешь Они вот Обещали Все Аддоном Сделать Окончательный Финал И Похоже Такого И не будет Новые Версии Врата Штейна Robotics Notes Тоже Непонятно Что Так что Неизвестно Как там Пойдет Может Когда-то Перехватят Либо Нет В общем Нам Какие-то Сложности С деньгами Сейчас Серьезные Прямо Вот у Фирм Но Вот Конечно Обложки Визуал Новылов И игр Конечно Огонь Просто у них Два огня Я бы сказал Да Вообще Да Режиссер Кстати Хороший Киохе Исигуру Он Зовут Он сделал Очень новаторский Монтаж Такой С короткими Врезками И с будущего И с прошлого Там буквально По кадру Там Смотришь И такая вспышка Перед глазами А то тебе кадр Такой флэшбэк Показали тебе Или флэшфорвард Наоборот С необычными Ракурсами Но без всякого Как бы Шафтинга Помнишь То что любит У нас делать Режиссер студии Шафт Как его Опять забыл Фамилию Который Бакимонагатри И все такое Акиики Симбо Акиики Симбо Да Вот он любит Шафтинг Это вот Когда сложные Ракурсы Такие абстракционистки С косыми лучами Света Это все Прямо фишки Здесь косые Тоже лучи есть Но оно Какое-то Все предельно Реалистичное При этом В общем В теории Про теорию В сериале Про теорию Загоров Очень важно Чтобы все Выглядело Предельно Достоверно И Сигур Как раз Отлично Справился Очень свежая Такая Красивая Картинка И даже Весь этот Ужас Выглядит Очень эстетично И В принципе Самого режиссера Вы наверное Хорошо знаете Потому что Он начинал На сериале Твоя апрельская ложь Потом успел Сделать довольно Странный проект Как Дети китов Не путать С Детьми моря Это не его Дети китов Именно были Такие необычные И вот Недавно Мы рассказывали Про его чудесный Совершенно полнометражник Слова пузырятся Как газировка Мое 17 лето На Нетфликсе И вот Кстати Вот на этот фильм Кстати Тоже в кино Стоило бы сходить Чтобы нас его показывали Не-не Он на Нетфликсе Понимаешь Какая засада А его как раз Для кино Прямо идеально По-моему И еще Как бы от себя скажу Что я очень люблю Листать оккультные журналы Хотя Совершенно Не по этому делу Но прямо обожаю Журнал Му Который в сериале Стал Журналом Му-му Он прямо В лучших традициях РЕН-ТВ А противника На всех обложках Есть глаз Появляется То есть Это журнал Вот такой весь По НЛО Видишь Глазик у них Обязательно На блоге Присутствует На каждой Это по-моему Такая тоже фишка У них в последнее время А в сериале Этот журнал Называется Му-му И у него почему-то Два разных дизайна Вот такой Как вот Му И Му-му Это Кана А есть еще Вот такой дизайн Я не знаю Он почему-то Проскакивает где-то Откуда у них Два дизайна Или это Из параллельной вселенной Не знаю Ну вот Прямо вот почему-то Или это какой-нибудь Ранний эскиз был Не знаю Разные художники Нарисовали Не знаю Почему так получилось В нем даже Бакот Синкай печатался Ну Синкай конечно Везде печатался Но вот в оккультном журнале Это сильно конечно Синкай читать Он там про То что Пролетающая комета В Твоей имени Она была Разумной Говорил например Я вообще Меня конечно Теориями заговора Не проведешь Я всегда стараюсь Проверять конечно Всякие Фактику Предупреждая Если что-то не так Но Видишь У меня сегодня Шапочка из красной Фольги Вязаной Это правильно Вязаная фольга Отличная идея Да Кстати Вот Там же есть мысли Излучатели Но блин Никто фольгу не носит Я Недоработочка прямо Шляпа у них есть Вот даже Видишь В качестве вещдоков Присутствует Но фольги Почему-то У них нету Вот Не все теории Заговора Вымысел Как с историей С Хемингуэем Была Когда он Считал Что за ним Следит ФБР Все смеялись Над его паранойя А потом Казал Что за ним И правда Следила ФБР В общем Чрезвычайно Как бы Уютный сериал Хотя Очень странно Рассказывать Про уют В сериале Который В общем-то Весь На совершенно Ужасных Событиях И последствиях Сделан С мистикой Магией Убийствами И всем прочим Вот этим кошмаром Но Я не знаю Как у них получилось Но он Прямо Вот Выглядит Очень Его очень Интересно Смотреть Он очень Занятный Очень уютный Я не знаю Как у них Это прямо Вот получилось Совершенно Непонятно Как это сделано Дело в том Что картинка У него потрясающая За счет Конечно Аниматора Постановщика Тамаки Такасы Он Фейт играет Гранд Ордер Вавилония И Саэкона Его конечно Все Включая Полнометражник Который Я тоже Рассказывал Это все Вот этого Художника Аниматора И художника Постановщика Он совершенно Офигенный То есть Видимо Это прямо Вот его Рука Тут очень Сильно Помогла Ну и Конечно Предельный Реализм Сериала Заключается В том Что все Места Все Вот это Все Настоящее Да Да И кафе Существует И не сильно Кстати Поменялось За эти годы Вот это Как раз Сериале Фотки Настоящие И внутри Так же Эпично Смотрится Вот с этим Самоваром Такой Восточный Колорит Прям колоссальный И И Кстати Оно Вот Не сильно Сейчас Даже Спустя Сколько Уже Сериал Лет Пять Больше Оно Не сильно Изменилось Только Появились Разделители От ковида Вот эти Вот Которые Сейчас Во всех Кафе Японцы В прошлом Году Поставили За прошлым Уже Теперь Такой Вот И Называется Blue Moon То есть Не Blue Moon А Blue Moon Как бы Blue Цветение И Moon Луна Наверное Вот так Вот Странное Название И Не только Кстати Кафе И существует И парк Существует Тоже Вот Про него Уже Сейчас Говорил Про Инокощера Парк Называется Есть Кашир А есть Инокашир Вот Инокашир Это Здесь Тут Он Кстати Осушенный Тут Едет Фотки С осушенным Парком То есть Они воду Не парк С прудом Они пруд Сливают Иногда Я так понимаю Для чистки Школа Университет Сэйкей В сериале Сэймэй Называется Тоже Существует Совершенно Такой же И район Кичиджёжи Сам по себе Тоже Очень похож Вот Станция И Город С минимальными Отличиями В общем-то И Ну Кичиджёжи Вообще Считается Один из лучших Районов Для жизни В Японии Поэтому Наверное Так Тут Всё подробно Ещё Храм Энмэйдзи В сериале Анмэйдзи И Вот тут Он очень Тоже Только он гораздо Более таистный Потому что он Ночью в сериале Присутствует В основном Днём он гораздо Более такой Бодовой Но ночью Вообще Другой город Станавливается Это понятно Даже вот эти Мозговые излучатели Присутствуют На самом деле Я вообще думал Что вот это Ушетта Не придумали Но нет Вот Да Там совсем рядом Военная база Воздушных сил Японских Самообороны И она Называется Фучу Авиабаза Фучу И Прямо То есть Вот она Реально Существует И радары Эти стоят Всё правда Короче Вообще Всё Правду И даже Там есть Сериале Упоминание Что 256 Килограммовая Бомба В храме Лежит И реально В храме Лежит бомба Правда Там 250 кило Конечно Но точно Такая же На вид Вообще И главное Столько же Человек Утонуло В озере Поэтому Это всё Как-то Завязано Друг на друга Вся эта Теория Заговора Всё это Хорошо Между собой Сочетается Я этот сериал Очень люблю Несмотря на Отрывистость За Собственно Режиссуру И такой Крепкий Складный Сюжет Как мне Тяжело В это Поверить Потому что Там реально Все Ниточки В конце Завязываются Ещё Конечно У меня Очень лично К нему Отношение Но это Даже Не знаю Как Даже Правильно Сказать Потому что Я его Смотрел Вскоре После того Как Потерял Отца Может так Уж Случилось Что Поделаешь И на Эпизоде Где Юта Видится Сквозь Радиоволны Ещё Один Последний Раз С отцом Есть там Эпизод Такой Фантастический Абсолютно Красоте Сделанный Это Я просто Ехал На верхней полке Плацкарты В Воронеж Был Начало Мая Как в сериале И я Всю ночь Ревел В подушку В результате То есть Это у меня Такое Личное Накатило Впечатление Прямо Попало В самое Сердечко Ну Кому-то Может Не понравится Атмосфера Тайны Понятное Объяснение Совершенно Непонятных Событий Очень знакомые Места И вот Очень симпатичный Дизайн Всего Этого Меня Полностью Подкупили Но Сериалу Требуется Как бы Настройка На волну Во всех смыслах Так что Можно сказать Что 8,5 Золотых Ключиков Из 10 Я ему Наверное Поставлю Ссылочки На Всякие Там Вот Эти Вот Путешествия И обзоры Где Какие места На самом деле Существуют Это прямо Еще Китетежи Там же Район Рядом Котором Все Анимационные Студии Находятся Так что Это прямо Золотое Место Для каждого Так что Хороший Сериал Странный Кому-то Может Дико Не понравится Кому-то Может Дико Зайти То есть Он Очень В этом Смысле Спорный Конечно Но Нитки Завязали То есть Все Дикие Ситуации В начале Концу Превращаются В не менее Дикую Но Вполне Логичную Картину Так что Очень Рекомендую Называется Occultic 9 Через точку Оккультная Девятка Да Но Интересно Что По-моему На Crunchroll По-моему Occultic 9 Так и пишут Да Сэр Продолжение следует